как не сожалеть о упущенном времени во первых когда вы вот тоже нужно давайте всегда включать рационализм насколько это возможно одно дело что у нас подстегивают эмоции эмоции нам говорят как ты смел ты столько времени пропустил у тебя было столько возможности но у тебя ничего не получилось и все ты все потерял все теперь ты будешь страдать все проблема проблема все но если это эмоции да это вот ярко выраженные эмоции вот нам нужно включить рациональность и первое что нужно сказать себе когда вот вам приходит такие мысли упущенные возможности упущенное время упущенное уже получается прошлое упущенные ситуации и первое что вам нужно сказать тебе в рацион рационально это Это то, что, слава богу, потрясающе, классно, здорово, что вы это уже осознали сейчас. Потому что есть люди, которые до 80, до 90, до смерти, они так и остаются на одном и том же уровне. Они никаким образом не решают какие-то ситуации, не развиваются, не пользуются или не могут воспользоваться возможностями. У них не пришло вот это осознание, а вам пришло. И есть очень много уже достаточно случаев, где взрослый человек уже в возрасте осознает, что он очень много потерял в этой жизни. И у него было очень мало возможностей, а сейчас он уже может это все-таки реализовать. И там может быть уже десяток лет осталось до смерти, и он реализовывает. То есть первое, это нужно понять или сказать себе, порадоваться. Ю-ху, хорошо, что я это понял именно сейчас. И в скобочках можно, да, это же как установка, в скобочках можно сказать, неважно в каком возрасте я нахожусь. Самое главное, хорошо, что я это осознал сейчас. Потому что другие люди не осознают, они все так же живут в своем маленьком мирке, шаблоном, рутином, в котором ничего не меняется. А вы это осознали сейчас. Это здорово. Это первое. Второе, что следует себе сказать, это то, что никогда не поздно. Но это обязательно, это обязательно себе нужно говорить, что неважно в каком возрасте вы это осознали. Имеет значение, что вы это осознали. И значит именно сейчас вы к этому готовы. То есть пять лет тому назад вы не были готовы. Год назад вы не были готовы. Десять лет назад вы не были готовы. Если осознание пришло именно сейчас, в данный момент, и вы готовы действовать, это будет еще одно правило. Далее еще одна установка, которая вас поддерживает Так вот, никогда не поздно Именно сейчас у вас есть все возможности, чтобы это реализовать Максимально быстро, насколько это возможно Ну и последняя, да, вот еще одна установка Что вместо того, можно опять же себе сказать, рациональная мысль Вместо того, чтобы сожалеть, ныть друзьям, знакомым себе Переживать из-за этого, что прошлое упущенное Что все плохо, а могло быть лучше, если бы я тогда, 10 лет назад Вот вместо этого всего, нужно сказать себе А что для меня важно сейчас? Что для меня важно? Нытье бесконечное, которое никогда не закончится Я буду просто ныть постоянно по жизни всем Что я упустил все возможности Или все-таки действия, которые приведут к тому, что я получу этот результат Но позже, а мог вообще не получить Что для меня важнее, нытье или результат? И если вы отвечаете честно перед самим собой нытье Отпустите Ну все, значит вы будете ныть по жизни Ну вам нравится это, вы кайфуете от этого Может быть у вас такой характер Может вы любите поныть людям Просто еще нашли один повод Но если все-таки вы выбираете действия Тогда нытье вам бесполезно Ну вы можете поныть какое-то время Ну хорошо поныли Одному, третьему, четвертому, пятому Год поныли, два года помыли А дальше что вы будете делать? Надо уже задуматься А дальше я готов что-то делать Еще одна рациональная мысль Которая тоже можно себе сказать Что нытье отнимает, забирает у меня время Которое я мог уже использовать сейчас Чтобы потом не ныть о том Что я опять упустил возможность То есть так тоже можно сказать себе Нытье и действия Это не одно и то же То есть ай-яй-яй, все плохо Ну значит ты в этот момент не действуешь Если ты сейчас думаешь о том Что все плохо И ты потерял возможность Значит ты не действуешь Потому что невозможно ныть и действовать Не получится Нытик не действует Критикан не действует Это очень важный нюанс Соответственно либо ты ноешь Либо ты действуешь Либо ты ноешь, что упустил возможности Хотя сейчас уже опять же мог реализовать Что-то мог реализовать Начать в этом направлении что-то делать Но ты вместо этого если ноешь Это говорит о том, что ты продолжаешь ныть И ты продолжаешь терять время уже сейчас Уже сейчас у тебя опять теряется время И сколько это будет продолжаться Ну и такой немножко Уже пример из жизни моей У меня была подруга Она перестала быть подругой, скорее всего, тоже из-за этого Она встречалась со мной Мы там чаечек пили И она там рассказывала, что я хотела бы там Присывать картины Ну, естественно, она хотела И на этом все заканчивалось И она потом говорила, почему она не может рисовать картины Вот было именно вот это нытье Что уже поздно, что у нее ничего не получится Это надо было начинать намного раньше Потом в следующий раз она встречалась и говорила Я хочу вокалом заниматься, я хочу петь Ну, естественно, заканчивалось все на том Что она просто хотела, а потом начинала ныть Почему у нее это не получится Или почему уже опять же все потеряно И в какой-то момент мне это надоело Потому что мы встречались только, чтобы послушать ее нытье Ну, что это за общение И я ей сказал, слушай, смотри Ну, да, вот ты хочешь, например, рисовать картину Потому что она опять начала говорить о том, что Я хочу рисовать картины Ну, пока вот не знаю как Я говорю, ну, хорошо, давай подумай Как можно все-таки начать рисовать картину уже сегодня Как можно рисовать И она говорит, ну, наверное, вот это, вот это, вот это Я говорю, ну, хорошо Давай ты только запишешь это, чтобы не забыть в следующий раз Она говорит, ну, хорошо И она так смотрит на меня, так с опаской Как будто что-то, о чем-то догадывается Я говорю, хорошо, а что еще можно Как еще можно начать уже рисовать картины И она говорит, может быть, вот это, вот это, вот это И мы записали пунктов 5, наверное, не больше, 5 пунктов И потом я ей говорю, Юль, слушай, ну ты это все записала, молодец А теперь, в следующий раз, мы с тобой когда встретимся, будем пить чайчик Я у тебя спрошу, а что ты сделала из этих 5 пунктов? Ну, спрошу, потому что мне интересно твои сподвижки, как ты развиваешься Мне это очень интересно, хотелось бы мне узнать Она говорит, ну ладно, хорошо, да, все Конечно, я скажу, все скажу И, как вы думаете, через неделю встречи у нас не было Она была занята Потом проходит еще одна встреча, ну, в смысле, должна была быть встреча А встречи не было, она опять была занята И она находила все время повод, чтобы со мной не встречаться Как вы думаете, почему? Ну, кто-то может сказать, я душнила, я испортил ее нытье Потому что я ее перенаправил на действие, на результат Она не хотела этого действия, она не хотела результата Ее устраивало нытье и устраивало, что она могла посетовать на то, что у нее Уже упущены возможности и ничего не получится А Дима испортил эту игру А вы знаете, люди не хотят Когда им портят игры, они не хотят, чтобы портили их игры Они хотят просто играть в своей голове Они не хотят ничего делать И получается, я сломал ее игру И, конечно, я уже ей стал неинтересен Потому что она уже не может мне поныть Потому что я же, кроме картин, которые она могла бы рисовать Пейзажи какие-нибудь, я мог сказать что-то другое Например, она сказала бы, поныла бы про вокал А что бы я сказал про вокал? Правильно Когда ты начнешь тренироваться по вокалу? И в итоге мы перестали с ней общаться Потому что я ей нужен был только именно для того, чтобы слить свое нытье Поэтому, ребят, подытожим Вам нельзя долго ныть Потому что если вы долго ноете, результата у вас нет Если вы долго ноете, вы продолжаете упускать возможности Ну и другие установки, которые я вам уже сказал Вот это, если вы все запишите Это не просто прослушать Я понял, да Дима сказал, нужно Вот это, вот это Я посмотрел видео, я все запомнил Конечно же, вы все забудете У нас сейчас время такое, клиповое мышление У нас проблема с кратковременной памятью Долговременной памятью Проблема, все это из-за масс-медиа В том числе и очень много информации Это все влияет на нас Так вот, если вы просто посмотрели это видео Вот в повторе или может быть сейчас посмотрели И такие, да, я все понял Вы забудете Буквально через 5-10 минут вы все забудете Соответственно, все нужно записать Все установки, которые я вам сейчас перечислил Все установки записывайте И каждый день зубрите Каждый день И они у вас строятся И нытье постепенно у вас в жизни начнет сокращаться Ну, нытье об упущенных возможности В первую очередь